Птички поют. Всем доброе утро. Видите, сидит. У нас уже готовим завтрак. Сегодня Женя дежурный по завтраку. Он всегда у нас по завтракам дежурный. Очень вкусненько. Все прекрасно. София, будешь так? Нет, я не хочу уже. Мамка с Харькова провезла. Девочки, посмотрите, какой красивый букетик Софийка принесла. Я себе комнату поставлю. Да, ну хорошо. Она говорит, мама, я принесу что-то, ты даже не догадаешься. А я думаю, наверное, с сиренем. Потом думает, они еще рановато. А уже нет. Ну, она еще немножко не распустилась. Белая вот распустилась. Ну, как раз такие храбы до 6-й пока откроются. Это Софины любимые цветы, зайчик. Моя любименькая. Куколка моя. Шашлычок есть. Нас шашлычками угостили. Я тоже села. Спасибо. Вкусненький. Красивые цветы. Прям просто прелесть. Распустится, не знаю она или нет водички. А что она? Да. Красиво. Телефон сейчас, если они как хорошо снимают. Ну, то бывает по-разному так снимают. Всем привет. Так, покрасила волосы. Девочки, привожу себя в порядок. И попробовала. У меня оставался пробник BB крем номер 13. У Софии был 21-й, я им пользовалась. Но он более... Хотя я сама белокожая, но он мне лицо отбеливал. Мне нравится чуть-чуть так, чтобы посмуглее было. Вот. Мне еще камера, правда, такая снимает, засвечивает что-то. Мне нравится. Хорошо. Сейчас идем в магазин. Мне надо Микки купить. Закончился срок действия ее. Таблетка от клещей. Вот. Сейчас купить. Хочу немножко походить погулять по городу у себя. По микрорайончику посмотреть обстановку. Думаю, мне хорошо. Аня переживает. Аня говорит, мама, как ты? Я говорю, хорошо, хорошо. Она, да? Ну, ладно. Она хочет, чтобы мне было нехорошо, и я уехала быстрее в Харьков. Вот. Что ты? А ну, дай свою камеру. Не, вот твоя другая телефон. Ой, это ужас. Как там плохо снимать. Как я раньше снимала на ту камеру. Так что я заказала себе BB крем номер 13. Девочки просили в комментариях показать уход за лицом. Девочки, но это видео вообще не все любят смотреть. И вообще тут другая. Не все любят смотреть. Но давайте так. Я приеду в Харьков, и я вам поснимаю, и все подробно. Кто хотел, я вам покажу. Не буду затягивать там ролик на 10 минут. Немножечко вам сниму и покажу. Потому что я все с собой сюда не брала. Это ж у меня там много всего. Пол сумки займет только корейская косметика. Вот. Так. На улице у нас ночью был дождь. И сейчас, ну я смотрю по всей Украине, девчонки, не знаю. Напишите, как у вас. У нас сильный-сильный ветер. Хотела пойти с распущенными волосами, но идти не возьму. Ну, это сейчас будет все разлетаться по лицу. По лицу, под лицу. Все, иду вот так. Сейчас духи новые открою. Ники хотела взять, Женя, это не бери. Нам домой в аптеку надо, и туда, и туда. Я говорю, ладно, пусть посидит дома, ничего с ней не случится. Потом уже вечером возьмем, если дождя не будет. Так, очки обязательно, девочки. Почитала ваши комментарии по поводу одежды моей. Я ни на кого не обижаюсь, выслушала все ваши мнения, кто за, кто против. Но по поводу оранжевого костюма, вы мне написали, что его надо просто рассоединить. Под ту кофту можно черные джинсы. Ну, брюки у меня есть такие. Каня на день рождения ходила в них. А под оранжевые штанишки белая или черная футболка. Вот такая вот сделаем. Все, с платьями расстаемся. Ну, я ж только одно оставила. Ну, может, по дому буду ходить. Ну, ладно. Ну, все, на улицу не ходим в таком. Договорились. Так, что мне надо? Духи, 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 духи. Аня заказывала себе духи. Они стоят 10 тысяч. Называется... Флёр наркотик, не знаю, как правильно. Очень аромат, похожий с Мэри Ми. Прям очень. Очень приочень. Ну, это ж намного дешевле. Хотя так быстро открыть, ничего мне не получается. Упаковали, так упаковали. У меня они, наверное, были раза три. Такие духи, ну, не знаю, мне нравятся. Комплименты мне делали по поводу этого аромата. Вот так они выглядят. Такой вот флакончик с таким вот бантиком. Я в Харькове, когда сюда ехала, душила с этими. У меня от Парфюм де Пари вот такой тоже был аромат. Так. Так, сделаем облако. Войдём. Ну, это я уже перебор сделала. Ой, вкусно пахнет сейчас ветром. Шлейф будет от меня за километр. Так, коробочка мне не надо. Вот так я их выставляю. И всё. Они такие сладенькие, девочки, зухи, но не приторные. Майри, 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 майри. Так. Не знаю, хотела на улице поснимать, но, наверное, посмотрю сейчас по обстановке. Ужасный ветер, сейчас будет в камеру всё сильно задувать. Берём сумку свою, сумку, паспорт выложить. Зачем мне надо паспорт? Паспорт, паспорт. По поводу манки, девочки, спасибо вам огромное. Вот вы научили меня, как пользоваться, венчиком мешать. Я же венчиком никогда и всегда ложкой мешала. Пропорции многие написали. Я обычно всё варила на глаз. Спасибо, девочки, вам за пропорции. Огромное. Женя, что у тебя не комментарии про манку? Я говорю, ну, девочки, я девочек просила написать. Они мне поделились, всё рассказали, посоветовали, кто как варит, кто по моему этому способу, кто как Аня варит. Ну, вот, да, вот когда в холодную манку засыпаешь, ой, в холодное молоко манку или в горячее, вот она когда сварится, немножко она отличается, вот даже сама, сама вот, вот, кашка как-то разваривается по-другому, немножко отличия есть, да. Спасибо вам, девочки, всё читала, всё читала. И за одежду, и за этот, и за маночку, всё. Я иду так в своей кофточке, в джинсиках. Я сюда одежды много не брала, так что будете мне лицезреть в одном и том же, в одном и том же. Так, кроссовки чистые, чистые. Я в кроссовках приехала, и всё, и такие взяла себе. На всякий случай, летние ни шлёпки, ничего не брала. Всё, пойдёмте. Ну, не знаю, на улице, наверное, будет сильно ш-ш-ш-ш-ш-ш. А там посмотрим. Да, наверное, снимать не получится. Видите, в подъезде окна все повыпадали, поразлетались. все разлетелось ветер сильнейший тоже так страшно ходить он стекла все везде в стеклах и там все повылетало сквозняк ходуном ходит все цветет ветер девочки простите мы зашли Женя подстригся первый раз его мастер уехала ничего очень хорошо подстриг красавчик а я иду посмотреть на свою школу родненькую очень все печально стекла везде все что осталось от школы мама ходила в эту школу я ходила Аня ходила Софийка а Ветер сильный, так задуют, тут немножечко две воронки, они не попали сюда, да? Нет, там не рядом, но вот это же недостаточно, чтобы угрыбалось, где он был в берегу. Один Софиен класс. Вот он, да, Софиен класс. Ничего не осталось. Учитесь, детки, да? Мы вас снимаем. Вот так нас спасают, освобождают от всего. Школа была после ремонта. Зарыли, да? Тут воронка была огромная. Там, не знаю, дом тоже пострадал, крыш нет. Очень жалко. А че никто не убирает, не пойму. Да. Спортзал. Когда-то здесь учились дети. Шторы, видите, телепайцы. Видел шторы в этом окошке? А в окна он повылетали. Шторы, гардины, видишь? Где? Ну, в окошке. О, ну да. Остались. У нас красивая внутри была школа. После ремонта, аккуратненько, так чистенько. И снаружи была, да, красивая. Всю крышу поменяли, все поменяли. Сколько тут было последних звонков. Первых звонков детки стояли на линейке. Линейке, родители. Все. Освободили. Клумбочка красивая. И все везде в осколках. Везде вот эти стекла. Все везде в стеклах. Представляете, куда же летело все. Немножко убрали. Тоже эти дома пострадали. Людей повыбивало все. Везде в осколках. Хорошо, что я мяки с собой не брала. Одни стекла. Зашли на рынок. Тоже тут все так печальненько. Тут овощной был, зоомагазин. Там тоже магазинчики. Все разбито. Все разбито. А мы на рынке яйца купили. Работает тут рыночек дальше. Сергей Иванович говорит, что это сам. Работает. Первые дни, по крайней мере, неделя первая вообще не работает. Я думаю, тут тоже все разбили. Даже сварку порвали. Там, например, каркас. Вырвали сварку. Сюмочка. Да, нося он, дыра маха какая в крыше. Училище. Здесь училище было. Там спортзал от училища. Кондитера. На кондитеров учились. Продавцы. Повара. Все. А птицы как поют. Тут чуть-чуть тише ветра нет. Между домами. Вот это я представляю, ночью оно летело. Идешь с работы. Оно же тебя убьет этим. Крыша. Все снизу. Осколками посекло, как сильно. Я говорю, так, ну, уюбила всех. Это наши окошки. Вон, позабивали USB. Вон, позабивали USB. И теницу. С ложечкой с яблочками. Хочешь? Нет. А мы зашли в семейную пекарню. Я себе взяла коктейль молочный. А Женя кофе. Латый большой. Я думаю, интересно, сколько мы сейчас... Ну, цена будет. 108 гривен. О, в Харькове бы только один коктейль стоил такую цену. Женя говорит, у нас дешевле жить. Говорит, возвращайся в Мирноград. Будешь тут ходить пить коктейли подешевле. Взяли кофе и коктейль. И все. Что мы тут... Смотри, она, видишь, щипает травку. Нет. А что ж надо там есть? А, жучки, может, какие-то. Молоденькая тоже горлится. Ну, давай-ка, чтобы кто-то донесил. Чтобы не ловить по-потеку. Сайны у нас. И вот цена. Акции много, да. Вот эти. Пусть масла молодцы. Да, я сегодня ела. Хорошая. Сырочки. Вот этот брал, да? Да. Не-не-не. Да, вот это хорошее. Вот этот ты брал, да, по акции? Да, это мерзает. Хороший, вкусный сыр. Ой, девочки, переделала прическу. Прошли домой. Это ужас на улице. Витрюган. Микки, ты на балкон хочешь? Так, там закрыто. Закрыла только что окно, потому что весь подоконник уже в пыли. Лежи на солнечке, ложись. Ложись. Лежи. Я говорю, Женя, ничего мы раньше с тобой не сидели? Там кофе не пили? Он говорит, не знаю. Микки лекарства не купила. В субботу только привезут. Так, это фильтры на воду. Хлебушек. Константиновский стали нам возить. Раньше не возили. Так, потом в петрикифке вот такое масло было по акции взяла. Хочу там кое-что, одно блюдо приготовить. Мне надо шпачка масла. Яйца на рынке взяли по 35 гривен. Два десятка. Сейчас аккуратненько есть. Вот. И в петрикифке Женя на тормозок взялся вот такая колбаса фирмова. Она такая с салями. Высего сорта. А яйца такие хорошие я не думала сначала брать, а потом смотрю, они такие хрупкие, блин, цокается. Она говорит, на два желтка. Думаю, это что не брать по 35 на два желтка. Хотя в петрикифке яйца по... Ну, можно сказать, по 30. Вот. Ну, на один желток, а тут на два желтка взяла. А Женя говорит, они у тебя не поместятся в твой вот этот лоток. Я думаю, наверное, не поместятся. Ну, сейчас поставлю. Да что, помещаются. Нормально. Ну, только надо сейчас их под низ убрать. Вмещаются. Даже крупные яйца вмещаются. Кто не купил, девочки, советую, покупайте. Покупала я в этом... В Авроре. С утра достала, разводила. Орхидейки поливала. Надо маме отобрать, чтобы мама тоже удобряла свое. Ну, мама без удобрения поливает просто дождевой водой. И у нее орхидея просто шикарная. Листы такие прям... Ну, вот как с магазина она такая вся. Обалденная орхидея в нее. Так что... Лучше поливать дождевой водой. Ой, девочки, сейчас села, буду монтировать видео. С вами попрощаюсь. Итак, сижу на своем любимом диванчике. Уже и Ане говорила. Я говорю, у меня самый удобный диван. Какое-то пятно. Нету, ткань такая. Тут как не сядешь, девочки, всегда удобно. Всегда, кто к нам приходил в гости, так садился в этом месте, где я. Все говорили, ой, все, хочется сразу спать. Он очень мягкий. Куда бы ты ни дотронулся, все такие подушки, губки очень мягкие. Обожаю свой диванчик. Самый мой любименький. Все, тогда я с вами на сегодня прощаюсь. София рассказала, говорю, сходила, посмотрела печальную видео про школу. Ты вчера ходила, да, София? Я уже второй раз туда ходила. Я сегодня только первый раз пошла, посмотрела. Так что так. Все тогда. До завтра, девочки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok